Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 29 декабря. Поехали! Второй день подряд сильно трясет Хорватию. В результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник в центральной части Хорватии, по меньшей мере один человек погиб и еще двадцать получили травмы. Повреждены дома и другие здания в городе Петринье в юго-востоку от столицы Загреба. Мужчину и мальчика вытащили живыми и засыпанной завалами машины и госпитализировали. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 46 км к востоку от Загреба. И в начальных сообщениях отмечается, что сейсмособытие нанесло серьезный ущерб. Обрушились крыши, фасады домов и даже целые здания. В этом районе в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,2, которая вызвала панику среди населения. Улицы завалены упавшими кирпичами, а некоторые дома полностью разрушены. В спасательных работах были задействованы военные. В Загребе люди в страхе выбегали на улицы и в парки. Сообщается, что многие уезжали из города, игнорируя запрет на поездки, введенный из-за вспышки коронавируса. Землетрясение во вторник ощущалось по всей Хорватии, соседней Сербии, Боснии, а также в Австрии. Ураганный ветер принес на северные Курилы сильнейший снегопад. Декабрь циклон засыпал снегом Курильский остров Парамушир. В некоторых частях севера Курильска сугробы достигают двух метров в высоту. На улице сильная метель, нулевая видимость. Все объекты энерго- и теплообеспечения работают в штатном режиме. Тяжелая техника пока не может выйти на расчистку дорог из-за нулевой видимости. Аномальные морозы ниже средних многолетних значений на 7 градусов, отмечают синоптики на севере Сахалина. В ночное время температура в регионе составляет 36-37 градусов ниже нуля. В соцсетях указывают, что столбик термометра опускается ниже 40 градусов. Уже второй день в городе Северокуриль Сахалинской области бушует метель. Ветер достигает 10-15 метров в секунду. На южном японском острове Кюсю началось извержение вулкана Сакурадзима, который считается одним из самых активных в Японии. Как сообщило национально-металлургическое управление страны, столб пепла поднялся на высоту более 3,5 километров. Вулкан Сакурадзима извергается до нескольких сотен раз в год. Сегодняшнее извержение стало уже 126 по счету. От активности Сакурадзимы обычно страдает соседняя префектура Кагасима, на территории которой расположен единственный японский космодром Утиноура. На японском острове Суваноси, префектуре Кагасима, произошло извержение вулкана Отаке. Из кратера были выброшены большие камни, они падали в радиусе 1,5 километра. Столб пепла во время извержения достигал высоты 200 метров. Суваноси – небольшой остров, на котором проживает 49 человек. Им запрещено подниматься на вулкан. С момента последнего извержения Отаке прошло 11 лет. Второй день подряд Аргентина страдает от сильных наводнений. В Тукумане разразился беспрецедентный шторм, в результате которого на сегодняшний день погибло двое. Сан-Мигель-де-Тукуман и близлежащие города были наиболее пострадавшими районами, где есть затопленные улицы и подводные оздоровительные центры, а также больницы. Жители Тукумана, которые никогда не сталкивались с подобной ситуацией, поделились трагической сценой с остальной частью страны в социальных сетях. Более 30 тысяч человек без электричества, затопленные дома, магазины, больницы и улицы, падающие деревья и сорванные крыши. Вот что осталось от буйства стихий, которая обрушилась на провинцию Тукуман. Кроме того, наводнение на улицах столицы, где образовались сильные потоки воды, смывало автомобили и мотоциклы. По официальным данным Национальной металлургической службы за 6 часов в муниципалитет выпало 130 мм осадков, хотя большее количество этой воды выпало в течение первых 2-3 часов. Крупный град обрушился в Новой Зеландии. Это уже второй раз спустя 2 дня. В новозеландском крупнейшем городе Окленд и его окрестностях прошел сильный шторм, сопровождавшийся дождем, громом, молниями и крупным градом. Некоторые градины были размером от 3 до 6 см в диаметре. Скорость порывов ветра превысила отметку 130 км в час. Все аварийно-спасательные службы переведены на усиленный режим работы. Отмечены побитые крыши домов и автомобилей. Сообщений о пострадавших в результате буйства стихии не поступало. На Беларусь опять обрушился ледяной дождь, который принес с собой гололед на улице городов, а также транспортный коллапс. На большей части области отмечается гололед, явление вызванное дождем, которое идет при отрицательной температуре. Больше всего от гололеда пострадала восточная часть Витебской области, где высота ледяной корки составила от 11 до 17 мм. С самого утра в областном центре все покрыто толстой коркой льда. Автомобилистам приходится подолгу оскребать стекла в своих автомобилях, а пешеходы стараются избегать асфальта, передвигаясь по газонам. На дорогах увеличилось количество ДТП, а также отмечены падения деревьев. Ну и конечно же, минутка позитива на канале. Один из самых посещаемых и известных природных заповедников Америки, Национальный парк Гранд Каньон. Гигантская пропасть, раскинувшаяся на плато Колорадо, занимает площадь почти 5000 квадратных метров. Сегодня его изображение можно увидеть везде. Реклама, открытки, различные ролики, а также фильмы. Заповедник пользуется успехом не только среди туристов, но и самих жителей США. В длину каньон растянулся на 450 км, а ширина в отдельных зонах достигает 29. Гранд Каньон достигает глубины в 1800 метров. За сутки на Земле произошло 185 землетрясений, магнитудой от 2,0 до 6,7. Землетрясения, магнитуда равна 5 или более, произошли в 9 странах, каких именно, вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.